Вы смотрите программу «Право слова» у микрофона Олег Куса. Сегодня у нас в гостях заместитель главного редактора независимой газеты, ответственный редактор приложения «Наука» Андрей Ваганов. Андрей, ну вот Россия – это сырьевая держава, так скажем. Это обстоятельство как сказывается на науке? Уже не в журналистике, а в целом науке российской. Ну, я исхожу из того, что как это может сказываться? Это сказывается в том смысле, что, к сожалению, вот та техногенная оболочка, в которой мы живем, а мы живем в техногенной оболочке. Даже на Южном полюсе уже нету экологически чистых мест. Там уже следы диоксиинов обнаружены и так далее. В пингвинах. В Антарктиде. В Антарктиде, да. Поэтому весь мир – это техногенная оболочка. Так вот, в той оболочке, в которой мы существуем, ну, в Москве, скажем, обратите внимание, она вся импортная, эта оболочка. Ничего отечественного нет. Опять же, это не абсолютный показатель. В Америке уже там сколько-то, больше 10 лет, по-моему, собственных телевизоров не выпускают. Вообще. Нет там производства американских телевизоров. Да. Ну, и тем не менее, они считаются все равно, и так и есть, технологически самой продвинутой страной. Вот. Поэтому абсолютизировать этот показатель не надо, что вот только наша техника, наши гаджеты должны быть, да. Но мы вот в своей реальной жизни, в быту, все-таки мы должны чувствовать какую-то, так сказать, спин-офф, отдачу вот такую, да. Пока мы это, честно говоря, не сильно чувствуем, потому что вот эти все нефтяные деньги, они и раньше в Советском Союзе в основном шли на оборону, на оборонные проекты. Ну, вот военная наука, космос и атомная отрасль, это, пожалуй, вот как были, так и остаются более-менее продвинутыми отраслями. Все остальное, конечно, немножко в тени, по крайней мере. Осталось. Да, вот такая ситуация. И даже, знаете, что сложно сказать, но есть страны, ну, например, те же Арабские Эмираты. Тоже только нефть, больше там ничего в этой стране. Ну, кто там был, бывал, подтвердит, что, наверное, в том регионе сейчас это самое процветающее, в том числе и в технологическом плане, страна и коммуникации, инфраструктуры, города, среда обитания. Вот, поэтому, конечно, сложно сказать, что у нас рационально используются нефтяные доходы. Ну, мне так кажется, по крайней мере. А частный бизнес в России, он заинтересован в поддержке науки? Судя по всему, нет, честно говоря. Мне рассказывал, я просто проведу случай из моей журналистской практики, рассказывал один представитель крупного, может, крупнейшего даже западного издательства, специализирующегося на выпуске научной периодики и научных книг, что, когда они начали работать в России, они обратились в одну крупную нефтегазодобывающую фирму с предложением наладить для них такое, ну, современное информационное обеспечение, библиотека, постоянное обновление новостей из этой отрасли и так далее, и так далее. Ответ был, ну, как он мне рассказывал, такой, что, да ладно, бросьте, все, что нам нужно, открыто и сделано в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века. Вот, а остальное все это глупости и ерунда. Вот, поэтому, это, конечно, частный пример, нельзя обобщать, опять же, подчеркиваю. Но, все равно, так сказать, мне, честно говоря, неизвестно такого рода частный бизнес, ну, скажем, как компания Intel, да, американская, или Siemens немецкая, где просто мощнейшие научные подразделения, где, там, чуть ли не 10%, а от выручки идет в НЕКР, научные и опытно-конструкторские работы. Отсюда, отсюда, вот... Отсюда они и на слуху, они не процветают. Да, и на слуху, да. Здесь, кажется, мне еще, я коротко скажу одну вещь, еще некая специфика, ну, грубо говоря, российских мозгов научных. У нас люди как-то считают за кайф и особый престиж заниматься фундаментальными исследованиями. А вот то, что называется спин-офф, приложение к жизни каких-то исследований, это, говорит, это уже не наше, это уже все не наше. Вот, а мир-то развивается так, что сейчас, ну, трудно отделить, где кончаются фундаментальные исследования, начинаются прикладные, да. Ну, максимализм наш, да, такой российский? Ну, почему-то я сталкивался с этим неоднократно, даже от больших очень ученых, академиков. Они считают, что вот в России нужно развивать только вот фундаментальные исследования, добывать фундаментальные знания, как они говорят. А на ренту с продажей этого знания мы могли бы и жить. Но фундаментальные знания, они по своей природе, они как бы не коммерциализируются. Они, уж если ты открыл там закон кулона, то он всему миру принадлежит. И тут, ну, с этого, что называется, маржу ты не получишь. Вот, но такая идея есть, что Россия – это мыслящий центр мира, и мир должен с благодарностью нам платить за это денежку. Ну, это вот не очень работает, как показывает практика. А вот обратность этого процесса, утечка мозгов из России, она продолжается по-прежнему? Ну, насколько вот я знаком с последней статистикой, конечно, сейчас это дело стабилизировалось, и тут такой немножко даже обратный процесс. Ну, это процессы и эмиграции, и иммиграции, они немножко как бы сейчас уравновешивают, но очевидно, что наиболее, конечно, как это понятно, наиболее продвинутые ребята, там, допустим, старшекурсники, они уже там на третьем-четвертом курсе уже просчитывают варианты работы за границей. Тем более, что сейчас любой студент, на самом деле, может запросто ни с кем даже не советуясь особенно подать заявку, скажем, ну, вот в Гренобле есть такой во Франции центр синхротронных исследований, ты можешь через интернет послать заявку, программный комитет ее рассмотрит, и если она научная заявка устраивает, тебя вызывают, и ты там работаешь, сколько тебе надо, три месяца, полгода, тебе еще стипендию платят, и ты проводишь на этом синхротроне, ну, это ускоритель такой элементарных частиц, проводишь свои исследования. Вот, то есть сейчас в этом смысле проще стало, и вот в Германии, во Франции я очень много встречал людей, молодых ребят, вот студентов, аспирантов, которые из России. Вот как приходится изворачиваться в странах, в которых нет нефти и газа, вот таким образом привлекать мозги себе, в том числе из России. Ну, я помню, вот Дмитрий Медведев и в ранге президента, и в ранге премьера очень много говорил и говорит о науке, о Сколкове. Запомнилась его фраза о том, что необходимо уделять больше внимания науке, за этим будущее. Ну, понятно, конечно, фраза довольно-таки не новая, но раз ее говорит такое лицо, значит, что-то за этим должно стоять. Но эти фразы материзовались вам? Ну, вы знаете, деньги в российскую науку за последние 10-15 лет, конечно, выросли, выросли, сильно выросли, на порядок, наверное, вот так грубо говоря, выросли. Но тут беда другая, мы можем сколько угодно вкладывать денег, скажем, вот такой верхний этаж науки, при этом, скажем, на мой взгляд, опять же, подчеркиваю, на мой сугубо индивидуальный взгляд, разрушив школьное образование. Я все время привожу такой пример, когда в начале 90-х годов китайцы объявили свою космическую программу, они первое, что сделали, они ввели во всех школах преподавание астрономии. Вот это было поголовное. Вот. У нас что сделано? У нас астрономию сейчас не преподают. Да, это странно. Постоянно ведутся разговоры, что, в принципе, и геометрию бы не надо преподавать, а совместить геометрию, биологию и химию, а, может быть, и алгебру туда засунуть, физику тоже, и назвать это все естествознание. Вот. То есть, ну, я уж про этот ЕГЭ вообще не хочу даже говорить. Это какая-то вот просто, я боюсь этого слова, но это какая-то диверсия просто против образования в стране. После этого, это, ну, это, так сказать, первый фундамент. Эти ребята должны пойти дальше учиться в институты, а дальше куда-то пойти работать. Вот. И вот я думаю, что там мы уже сейчас это чувствуем, какие специалисты приходят к руководству страны, в какие-то структуры производственные. Этот уровень очень низок и так далее. Вот. Отсюда, кстати, и интерес такой очень жидкий, что называется, к научно-популярной литературе. Просто ее некому читать. Скажем, журнал «Химия и жизнь» замечательный. В Советском Союзе около миллиона у него тираж. Тираж популярнее. Очень популярнее. Это по большому блату, что называется, можно было подписаться или там купить в киоске где-то. Вот. Ну, тиражи – это отдельный разговор. Ну, сейчас он что, стал хуже? Нет, он не стал хуже. Он стал лучше. И форма, и содержание его абсолютно не ухудшилось, а только улучшилось. Но его сейчас даже бесплатно, я смотрю на некоторых выставках, даже бесплатно его не берут. Нет читателя. А почему? Потому что, скажем, вот химиков у нас в год, мне попадались данные, химиков таких, знаете, вот, что называется, такой средний инженерный состав, технологи, техники, вот то, что раньше технику мы готовили, ПТУ. Их в год в стране выпускает, выпускников этих, всего около 500 человек. Это для страны, где химия была одно время проектом всенародным, химизация народного хозяйства, наверное, да, это же, это такой пиаровский проект был, что, вот, number one, номер один, что называется. А сейчас всего 500 человек, ну, кто его будет читать? Родина Менделеева все-таки. Да, и Родина Менделеева, кстати. Да, и вот так вот, такое отношение. Да. То есть тут проблема вот даже не в деньгах на науку, а это вот, извините за банальность, это, конечно, комплексная проблема.